Время подводить итоги. Как вы увидели эту неделю корреспонденты телеканала ЕТВ, смотрите сегодня в выпуске. В студии Дарья Зимина. Итак, мы начинаем. Подготовка к соревнованиям – это обыденная жизнь, а жизнь кочевников – состязание с природой и самим собой. Оленеводы готовятся к празднику. Все пожелания будут учтены. Как разрабатывается стратегия здравоохранения на Ямале? По плану работы партийного проекта «Народный контроль» рабочая группа инициативных граждан провела рейд по торговым объектам села Новый Горт. Планируют занимать призовые места на конкурсах и быть красивыми. Ладшие школьники осваивают хореографию в театре танца «Ритмы Арктики». Начнем наш выпуск с региональных новостей. По поручению главы региона Дмитрия Кобылкина в округе пишут стратегию здравоохранения до 2020 года. Ее главная задача – вывести ямальскую медицину на европейский уровень. Сейчас в отдаленные ямальские поселки все больше привлекают молодых квалифицированных врачей. В городах открываются новые медицинские центры. На днях новый перинатальный центр европейского уровня торжественно открывали в ноябрьске. На Ямале открыли новый перинатальный центр. Ему уже прочат славу лучшего в стране. Вот и заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева нашла в своем плотном рабочем графике свободное время, чтобы лично убедиться в его качестве. Вы за свои деньги построили такой перинатальный центр, что мы вот сейчас думаем, что это будет лучший центр в стране. Он соответствует именно европейскому уровню. Еще несколько лет назад о таком можно было только мечтать. Он оборудован по последнему слову техники. Власти осознают – никакие финансовые сложности не отменят заботу о самом главном в жизни каждого человека – здоровье. Этот центр – важный пункт в стратегии здравоохранения. Ее соберут как пазл, четко продумывая каждую деталь. Подкрытие перинатального центра – это тот первый, даже я бы сказал, не шаг, а скачок, который придаст ускорение этому направлению. И эффективность убежден, что будет. И жители это оценят. Основополагающий для здоровья северян документ депутаты, медики, простые ямальцы начали писать в конце прошлого года. Ключ к успеху – открытый диалог. Именно в таком формате прошла первая встреча рабочей группы в селе Ярселе. Чтобы любая программа, любая стратегия стала действительно документом понятным и нужным людям, нам, безусловно, надо вам о ней рассказать. Нам нужно услышать ваше мнение об этом документе. Свои мнения жители села высказывали смело. Накопилось. Ведь за медицинской помощью из отдаленных поселков приходится ехать в районный центр. Санавиация прилетает только в экстренных случаях. Неужели нельзя попутными рейсами, даже если указано место, координаты, рядышком доставлять выздоровевшего больного? И без проблем увести выздоровевшего жителя Ярмальского района к месту постоянного жительства? Хотелось бы, чтобы сделали все-таки вот эту электронную очередь, потому что, когда приходишь к педиатру, приходишь со здоровым ребенком, пока сидишь в очереди, уходишь с больным. Тундровяков надо без воздействия принимать только. Тундровяков. Нездалеками от тебя приезжаем мы. 200 километров, 300 километров иногда. Депутат Государственной Думы Григорий Литков. Отчаянных и тундровяков, и горожан знает не понаслышке. Гарантирует, все пожелания учтут обязательно. Все инициативы, которые будут в итоге этого проекта, будут, конечно, поддержаны. И надо будет в том числе их выносить на федеральный уровень, может быть, какие-то поправки в законопроект. Те накопленные вопросы, которые в течение десятилетий не в нужном объеме решались, и сегодня округ будет возвращать долги вниманием и заботой. О внимании и заботе говорят и ряд региональных программ. Например, «Земский доктор». Она уже привлекла в отдаленные ямальские поселки около ста высококвалифицированных молодых специалистов. С жильем медикам помогают местные власти. На данный момент сейчас мне выделяют отдельную полностью квартиру. Это для меня возможность комфортного создания семьи в будущем. Однако проблемы отрасли копились годами, и решить их разом трудно. На дыме в конце прошлого года после масштабной реконструкции торжественно открывали перинатальный центр. Теперь ямальцы ждут результатов от нового перинатального центра в Ноябрьске. Глава соседнего Муравленка Александр Подорога уверен, учреждение будет востребовано и у жителей близлежащих городов. Мы говорим о квалифицированной помощи, оточенной помощи. И перинатальный центр, я уверен, он снизит проблему выхаживаемости детей, вынашиваемости детей и оказания помощи по родовспоможению. Похоже, Ямал в очередной раз претендует стать законодателем нового тренда для российских регионов. Тратить деньги налогоплательщиков не просто с размахом, а с расчетом на будущее. Собирать пазлы в стратегию здравоохранения – дело дорогое и хлопотное, но оно того стоит. Народный контроль – проект, призванный выстраивать и организовывать систему контроля за социально важными вопросами в различных областях, к примеру, таких как потребительская сфера. Именно поэтому ямальские активисты регулярно совершают проверочные рейды. На этот раз в преддверии весенних праздников прошли по магазинам села Новый Порт. Но выбирали общественники не продукты для праздничного стола. Их цель – проверка качества товара и сроки годности. Оказались ли в черном списке ревизоров новопортовские магазины, узнавала Ксения Яковкина. Регулярно народные контролёры обходят торговые точки на вверенной территории. В постоянный мониторинг входят в первую очередь социально значимые продукты, выявление некачественных товаров и других нарушений. Новопортовские проверяющие совместно с представителями власти и активистами в лице нашей съёмочной группы начали свой предпраздничный обход с магазинов так называемой «шаговой доступности». Первым на пути ревизоров оказался магазин «Ёрш», который предлагал новопортовцам продовольственные товары. По словам членов местной рабочей группы, среди сельчан этот магазин довольно популярен. И действительно, к прилавку выстроилась большая очередь. Участники рейда высказали однозначное мнение. В «Ёрше» руководство явно не сэкономило на покупателях. В магазине «Уютно» на полках представлен достойный ассортимент. А это витрины уже другого магазина. Для объективности проверки рабочая группа контроля отправилась в следующую торговую точку. В универмаге работа проходила по той же отлаженной схеме. Проверили производители товаров и сроки годности. Зачастую проверке подвергаются товары первой необходимости – молочка, яйца, крупы, фрукты и овощи. На этот раз нарушений выявлено не было. Во всех магазинах я хочу сказать, что везде есть товар. Заводят, стараются у нас индивидуальные предприниматели. Мероприятие проводилось в рамках проекта инициированного партией «Единая Россия». И по словам куратора партийного проекта «Нашей территории», в этом году активисты народного контроля продолжат свои проверки. Собираемся 14 марта приехать в Салимал, где также, возможно, мы пройдем рейдом народного контролера из числа группы Салимала. Плюс мы хотим съездить своей группой народного контроля Ярселя. Три человека, то есть такой группой большой, массово пройтись по Салималу. Хоть предпринимателей немного, но все равно посмотреть, как у них там. Рабочая неделя близится к своему завершению, но это не относится к работе народных контролеров. Они постоянно несут свою трудовую вахту, ведь на кону ни много ни мало качества жизни ямальцев. Ксения Яковкина, Дмитрий Конышев, Виктор Утробин. Ямальское телевидение. Новый порт. Ярселе. Пока кто-то ищет свежие продукты в магазинах и рассматривает сроки годности, другие активно готовятся к спортивным состязаниям. В апреле Ямальский район отметит 55-й слет оленеводов и охотников. По праву, это самый долгожданный и красивый праздник, который объединяет все нации, проживающие на Ямале. Кочевники народ немногословный, все в делах да в заботах, но между тем к своему празднику они все же готовятся. Как идет подготовка к этому знаменательному событию, расскажет моя коллега Антонина Сирасхова. Можно с уверенностью сказать, что нынешний 55-летний юбилей слета оленеводов и охотников Ямальский район празднует благодаря самоотверженному и многолетнему труду оленеводов, работавших проводниками и помогавших геологам и газовикам найти и освоить несметные богатства Ямала. Конечно, и не без помощи властей сохраняется традиционный образ жизни, который привлекает все больше внимания, и частица которого традиционно будет представлена на юбилейном слете. Те истинные оленеводы к нему не готовятся. Некогда готовятся, они каждый день готовятся, смотри. Оленей собирают, вот тебе подготовка. Дрова разобрал, с лесу дрова принес, вот тебе зарядка. А вот уж когда все дела сделаны и есть свободное время, молодежь собирается на краю стойбища и пробует свои силы. Подпоясаться покрепче и положить на лопатки соперника – для новичков дело не из легких. Но на то и есть тренировки, чтобы выявить сильнейшего, который будет представлять команду Ямальского района на соревнованиях в Надыме, а потом уже честь оленеводческого хозяйства на состязаниях в Ярсале. Для женской половины тундры главный национальный праздник – это лучший повод покрасоваться и показать всем, какая ты умелая хозяйка. Каждая дама к этому дню старается обновить свой гардероб. Главное место, в котором занимает, конечно же, ягушка. Пока мамы и бабушки хозяйничают по чуму, мужчины тренируют оленей. Ведь гонки на оленях упряжках по-прежнему остаются одним из красивых и зрелищных видов состязаний. Для этого всегда отбирают лучших оленей. Готовят животных гонкам с 3-4-летнего возраста, говорят пастухи. Не каждый день учим, а бывает время, что учим. Как вы их отбираете? Когда? Когда олень вместе бежит, видно, что он бежит нормально. Олени бега в прошлом устраивали во время сезонных праздников. Осенью, в связи с завершением оленеводческого цикла и весной, при наступлении белых ночей. Гонки на оленях были хорошим продолжением ненецких свадеб. Ну, первый слет оленеводов и охотников показал всю зрелищность этого вида спорта. В зависимости от сезона запрягают 4-6 оленей. В давние годы в гоночной упражке было всего 3 оленя. Состязались в скорости, но зрители не измена оценивали технику бега оленей, их внешние данные. Многое в этом деле зависит от погонщика и передового оленя. Антонина Сирасхова, Алексей Вастянов, Владимир Беленко, Ямальское районное телевидение. После короткой рекламы вы узнаете о первых результатах театра «Танц-ритмы Арктики», как прошли ежегодные соревнования по волейболу на Кубок Попова и чем запомнилась масленица Ерсалинца. В эфире «Итоги» мы продолжаем. В одном из наших недавних сюжетов мы уже рассказывали о новом направлении работы Центра национальных культур – Театре танца «Ритмы Арктики». Тогда еще только набирались разновозрастные группы к молодому хореографу Наталье. Набор продолжается до сих пор, но занятия уже идут во всех трех возрастных группах. График работы у молодого хореографа плотный, уроки идут активно каждый день и уже видны первые результаты. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. Подробности в сюжете. Накануне весеннего праздника 8 марта в актовом зале Мальской школы проходил праздничный концерт. Программа была наполнена самыми различными номерами, среди которых было несколько хореографических постановок. Эти номера стали ярким дополнением концерта и запомнили зрителям. Как выяснилось, эти танцевальные зарисовки ставила новый хореограф. Ее группа занимается вторую неделю, но уже есть чем похвастаться. Мы побывали на одной из репетиций младших школьников и были, честно говоря, изумлены. Складывалось ощущение, что ребята занимаются с хореографом уже не один месяц. Занимаемся мы всего пятое или шестое занятие. Кто-то недавно пришел, кто-то с первого дня как занятие. Ну, пока вот то, что вы увидели, стараемся, делаем, чистим, готовим номера, спинки ставим, ножки делаем. Помимо довольно сложных упражнений на растяжку и координацию, девочки учат базовые движения народной хореографии и уже разучивают технически довольно сложный танец. На занятии царит строгая дисциплина. Воспитанницы беспрекословно выполняют все команды хореографа и действительно стараются все делать правильно. У Натальи свой подход к каждому ребенку – рецепт успеха в четкой постановке задачи и доскональном оттачивании каждого па. Привить любовь к танцу, по ее словам, несложно. Главное – заинтересовать. Чтобы ребенок захотел, чтобы он загорелся, чтобы он с радостью бежал на занятия. Занятия проходят под руководством сразу двух хореографов. Санал помогает Наталье справляться с большим объемом нагрузки. Занятий настолько много, что для всех даже не хватает хореографического зала. Часть уроков приходится проводить в спортивном центре Арктика. Несмотря на довольно серьезное наполнение групп, набор в них и впредь будет продолжаться, причем во всех возрастных категориях. Напоминаем, что младшая и самая старшая группы занимаются платно. Школьники могут посещать уроки бесплатно. Вновь прибывшие воспитанники учатся быстро и сразу включаются в работу. Тем более, если есть способности и желания. Мне очень нравится это заниматься. Сложно, конечно, но справляюсь. И я думаю, это заниматься пока не вырасту. Я хочу выступать и быть красивой, стройной и здоровой. Екатерина Махова, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ярсири. К новостям спорта. В прошедшие выходные в спортивном центре Арктика состоялись традиционные соревнования по волейболу на Кубок Попова. С 2008 года соревнования проходили в поселке Салемало. Лишь в этом году пять команд-участниц принял районный центр. За ходом волейбольных баталий наблюдал мой коллега Дмитрий Конышев. Ежегодный Кубок по волейболу посвященный памяти Владимира Попова. Всегда был зрелищным и собирал сильнейшие сборные района. В этом году участие приняли пять команд. Сборные поселков Салемало-Панаевска, команды из Салехарда, представлявшие Ямальский многопрофильный колледж, команда Ямальской школы-интернат 30+, а также нынешние хозяева турнира сборная поселка Ярсале. Начались соревнования со слов памяти Владимиру Попову, который отдал данному виду спорта не один год. Всем здравствуйте! Рад всех видеть на турнире, посвященный памяти моего брата, старшего Володи. Молодцы, что любите этот спорт так же, как любил его он. Всем желаю победы! Пусть победит сильнейший! Всех с праздником! Мне очень приятно видеть здесь людей, которые не безразличны в волейбол, которые помнят Володю Попова. Владимир Попов оставил большой след в волейболе Ямальского района. Я думаю, пока будет жить память, подтуда будет жить он в наших сердцах. Поэтому я хочу всем пожелать бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший! Соревнования проходили два дня по круговой системе. Команды с самого начала оправдали ожидания турнира. Цепляясь за каждый мяч, встречи получились упорными и зрелищными. Имея своих фаворитов, не обошлось и без темной лошадки турнира. Это сборная Ямальского многопрофильного колледжа из города Салихард. Салихардская команда, она хорошая команда. Молодая, конечно, еще маленькая. Из восьми участников шесть студенты многопрофильного колледжа. Дадим им год еще, посмотрим. Мне кажется, они в состоянии выиграть. В итоге по ходу соревнований фаворит турнира сборная поселка Ярсель сделала свое дело. Выиграв все встречи, уступив в общем лишь две партии. В медальном зачете соревнований команды расположили следующим образом. Бронзовыми призерами стала команда поселка Салимал. Второе место и серебряные медали заняла сборная Ямальского многопрофильного колледжа. И чемпионами, и обладателями Кубка Попова стала команда поселка Ярсель. Самым ценным игроком турнира стал Александр Бондарь. По окончанию турнира главный судья соревнований Сергей Рябов оценил качество игры и уровень подготовки команд. Качество игры по сравнению даже с прошлым Кубком Попова за год увеличилось очень сильно, хотя не изменился состав участников. Та же команда Панавецк очень сильно добавила ЕМК. То есть видно, что люди готовятся, зимой просто так на диванах не лежат, посещают, ходят в спортзал, нарабатывают, какие-то комбинации у них появились. Что-то новое привезли в принципе все команды. Дмитрий Конышев, Ямальское районное телевидение. В субботу в Ярселе прошли масленичные гуляния. Театрализованное представление, спортивные забавы и сожжение чучела масленицы прошли ярко и феерично. Помимо традиционных развлечений работали игровые площадки, была организована выездная торговля. Первыми праздник открыли воспитанники детского сада «Солнышко». Кондошколята вместе с родителями лепили снежные фигуры, а после пили и горячий чай с блинами. Репортаж о празднике смотрите в понедельник. Олень и ненец между ними – неразрывная связь. Но всегда ли так было? Оленеводы объединялись, и таким образом было легче выпасать стадо оленей. Как олень стал главным богатством и опорой Ямала? Здесь оленный народ. От традиционных способов до инноваций. Ценные воспоминания и незаменимые люди. Они сами прошли тундровое воспитание. История становления оленеводства на Ямале или с чего все начиналось? Первую серию фильма смотрите сразу после программы «Итоги». Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. С вами была Дарья Зимина. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова